я отправился на остров котлин собственно в город кронштадт который на нем находится с коем потом там не так интересно как там где мы окажемся сегодня мы сегодня будем гулять по фортам которые доступны с берега вот идем сейчас мимо заболоченной такой местности где растет просто бескрайнее поле камышей сейчас по вот этой вот косе каменистой дойдем до первого северного форта какое-то гнездовье чаек среди этих вот камышей прибитых берегу и они прикольно парят на ветру чет чет чирикают на своем на чайки нам языке главное чтоб не насрали на меня ну что ж оказалось что на этот форт нельзя попасть теперь раньше можно было сейчас нельзя он закрыт написано нелепо красной краской что охраняемая территория и там висят какие-то документы что мол историческое достояние в аварийном состоянии вот что-то в таком ключе как обычно на канцелярите там но это все скорее всего из-за указа путина он дал тут прямое указание сделать из кронштадта такой туристический кластер и сюда сейчас большие бабки вливаются на реставрацию этих фортов и в общем посмотрим сейчас надеюсь к остальным фортам мы хотя бы сможем прийти как совсем полетать нам на дроне вокруг форта никто не мешает далеке он виднеется все равно это огромная башня госпомовская даже отсюда очень далеко видно дамбу которая ведет сейчас петербургу 76 году она начала строиться ее заморозили там на многие годы в начале 90-х на недостроенном куске этой дамбы снимали иванушки international свой клип небезызвестной тучи достроили собственно дамбу когда появилось финансирование только 2011 году закончилось это строительство сомкнулся круг вокруг санкт-петербурга дорожный и теперь туда можно приехать на автомобиле в общем-то ничего удивительного закрытости некоторых территорий на острове котлин он вообще в целом был закрыт до 1996 года сюда можно было попасть только пропускам это вообще-то военный такой достаточно городок военно-морской так что ничего страшного что мы не попали туда на дроне все равно я немножко полетал вокруг надеюсь что те форты которые мы сейчас дальше собираемся хотя бы открыты они прикрыты на я какую-то вялотекущую реконструкцию как этот идем по какой-то бетонки потрескавшиеся это южная кронштадтская дорога называется сейчас попробуем там прийти неким заброшенным батареям и вообще тут много чего брошенного есть в окрестностях нашли какую-то непонятную площадку забетонированную всю изрисованную граффити просто какие-то ряды стен невонятных и довольно красивые некоторые даже граффити вот этот мне прям нравится пришли по мрачной пустынной дороге вот такой вот как называется азс и и она своими ржавыми столбами какими-то допотопными колонками покосившимися заборами судя по всему она вообще даже не функционирует выглядит очень как будто мы фоллауте каком-то тусуемся но конечно не в четвертом потому что это отвратительное говно ну так хотя бы в третьем примерно или в этом как он не вегасе за вот этой бензоколонкой пустующие нашли какую-то лужу непонятную посреди болот и на бережке здесь довольно смешно белая креслица стоит чтобы видимо чили там ща мы через вот эти непреодолимые лужи по идее каким-то образом пройдем и выйдем на пляж с этой стороны острова просто херачит ветер и это круто для вот этих кайтеров или кейтеров я не знаю как правильно говорить который тут катаются я он вижу просто тут их невероятное количество летают на своих парусах наслаждаются жизнью гидрокостюм чеках довольно омерзительные кучи водорослей вымывает на берег вот это вот вся зеленая жижа густая лежит пенится воняет гниет мошки какие-то вокруг нее вьются ух и вот так весь берег услан таким слоем гниющего дерьма но так как это все часть биогеоциноза назовем это таким сложным научным словом тут еще и чаечки пируют скорее всего жрут и ооо нашли мы мертвого тюленя воняет просто страшно смердит тут березкам прислонены какие-то ящики из-под запчатки не знаю хотел сесть на них посидеть но чет как-то не буду рядом вот этот холмик ну точнее за ним находится группа мортирных батарей кронштадтского форта сейчас мы тут по вот затерянная лесенка в пустах она уже вся истлела чуть-чуть рассыпается ну сейчас мы к ней придем да здесь есть небольшой такой не знаю небольшая экспозиция всяких вооружений и самой фортификации тоже которую можно полазить внутри форта эхо такое мрак теме вот тут стояли батареи куча орудий всяких поэтому фрицы сюда и не могли пробраться пришлось им устраивать блокаду ленинграда в свое время ни одна посудина вражья здесь поплавать не могла спокойно стоит тут под ветрами и дождями рассыпается береговой ракетный комплекс редут просто конечно в плачевном это все состоянии колеса он по сдувались краска везде облезла какие-то куски из него повыдергивали электроники кстати забавно и то как эти земли ну вот этот остров оказался российским все время по мирному договору со шведами 1600 какого-то года остров вообще-то принадлежал шведам но петр первый оказался чуть похитрее чем они ожидали и когда в 1703 году он решил такие обосноваться на берегу как следует создать новую столицу город сан петербург тогда же шведы уплыли к себе на зимовку на кораблях и оставили остров а он приплыл сюда зимой их быстренько тут соорудил несколько фартов парочку насыпных в том числе и в общем-то когда они потом по весне приплыли на кажущиеся им тогда земли своими оказалось что тут их уже никто не ждет вот так вот хитро отжал лишь не знаю как там это все дипломатически дальше решалась но с тех пор кронштадт это российская территория точнее остров котлин ну и собственно город кронштадт тогда был основан ну пушки тут понятное дело все демонтированы пушек тут нет но сами вот эти фортификационные сооружения бетонные в изобилии вооруженные силы рф арбалетный тир видимо учат кого-то здесь стрелять из арбалетов этой площадке тут какой-то плакат о том как правильно стрелять из лука натягивать тетиву интересно интересно как правильно биомеханически поступать с тетивой стрелой своим щедушным организмом а тут тир для стрельбы из мелкокалиберного оружия и пистолетов ну судя по вот этим дырочкам кучкующимся примерно в одном месте без особо большого разлета стрелки здесь достаточно метки все же сейчас попробуем прийти через какие-то лесные тропы ай блять крапива через крапиву и всякие такие вот буреломы к форту шансу не знаю получится у нас это или нет деревья ветром повалило кое-где сквозь ветки пробираюсь вышли еще каким-то фортификациям вот это я даже честно говоря не знаю что за форты такие но пойдем вдоль них тут тропа идет значит куда-то же она идет по высокой этой траве ни хрена не видно что тут у меня под ногами лягухи какие-то скачут бешено такая большая лягушечка а пусть катала эти форты такие более запущенные заброшенные более фактурные на них такие красивые разноцветные мхи растут просто чудесные и конечно же опять мы уткнулись какой-то забор в надпись запретная зона там колючей проволокой все бусто увешано но придется обойти как-то форт этот теперь с другой стороны что за дурацкий остров где все по загораживали ладно хоть пропуска у кгбшников теперь не надо спрашивать чтобы здесь оказаться то раньше было еще более запарно наконец-то мы смогли вернуться на берег я думаю песчаный пляж то они там колючей проволокой не зашкварили какие-то неведомые конструкции из очень хренового бетона и удивительно что они в принципе все развалились наверно какие доты были может временные уж очень такой прям реально низкокачественный бетон какими-то булыжниками рандомными нам структуре мы сейчас движемся вот ту сторону вот тут у чаек был пир горой просто какие-то невероятное количество ракушек скрытых повсюду выпотрошенных мухи летают вокруг море сильно волнуется то чтобы там прям штормит так просто ветер поднялся обычный для этих мест я вообще-то как бы не психом иду и волны почти докатываются до моих ботинок вдалеке он какая-то бетонная изба не знаю что он там делает как она туда попала издалека мы увидели какое-то вроде цивилизованное здание похоже на какую-то смотровую площадку сильно вдалеке видно как какие-то корабли груженые уплывают вдаль по фарватеру сам по себе ford шанс так себе не особо интересный просто него слишком легко добраться все приезжают на тачках в общем чем легче добраться до какого-то места тем она банальнее и скучнее сейчас мы вокруг него небольшой кружочек навернем уж так символически раз все равно пришли к нему вот основная часть ford шанс такой он не очень прикольный довольно банальное укрепление я ни в коем случае конечно не умоляю того что они явно не просто так стоят и значительную роль сыграли во разных войнах но сейчас это просто ссаные руины бетонные довольно бесполезные но здесь есть такая вот еще прикольная арка мне нравится она тем что в ней классное эхо и она ведет уже на территорию заказника котлинского здесь номинально нельзя жечь костры и там не знаю стрелять птиц я думаю что никого это все останавливает здесь давненько не был тут прям неплохо так облагородили территорию урны поставили сделали деревянные мостки над такими заболоченными местами стенды поставили с какими-то историческими справками неплохо неплохо молодцы вот к слову о том что костры здесь жечь нельзя девочка идет с углями для мангала перед нами пришли на пляж сейчас снимем бот и пойдем босиком тут уже облагородили территорию тут как называется волейбольная сеточка висит хотя нет волнах прибоя босиком нам сегодня не судьба походить с этой стороны острова тоже все побережье покрыто гниющей жижей из водорослей страшно воняющий похоже на какие-то не знаю там похоже на какую-то первобытную слизь из не знаю ужасных книг лавкрафта где он там не знаю описывал мифы о дагоне там каких-нибудь культистах поклоняющихся ктулху вот вот я неудюль сейчас какие-нибудь глубоководные на меня из воды полезут и просто там блять свою секту затащат потом у меня жабры вырастут и в принципе мне тогда уже будет вот такая вонь уже в радость здесь уже совсем непроходимо стало похоже придется с пряжи свалить тут деревья попадали деревья часто падают из-за того что вода то поднимается опускается вода очень прибывает из-за того что ветер сюда очень сильно дует и волнами просто чисто технически воду сюда физически чисто надувает таких количествах что подмывает берег корни вымывает деревьев они падают и прям есть ну раньше были по время сейчас я смотрю по убирали распиливали деревья раньше была куча упавших деревьев и я даже тут пару раз какие-то фотосеты устраивал с симпатичными девчонками сбежали с пляжа слишком сильно уже там воняет этой зеленой жижи невозможно находиться поэтому ушли на аллею тут такой уставший старый асфальт песочком присыпанный ничего идти можно и вот эта дорожка она ведет форту риф по бокам с обеих сторон прямо такое болото похожее на мангровые леса какие-нибудь из амазонии ну да как и ожидалось самым пидорастическим образом тут написано что закрыта на реставрацию можно посмотреть заказчик заказчик когда сроки выполнения работ произойдут мы попробуем обойти проклятый забор вообще заебали заборы откровенно потому что ты едешь насладиться фортами неважно в каком они состоянии реставрированные или нет но знаю тем более как у нас реставрируют и хочешь посмотреть именно на красивую руину а не на от пидориную какую-то хрень которая просто будет выглядеть чудовищно как будто и блин вчера возвели никакой истории за этим не стоит ну сейчас посмотрим что там они наделали если сможем проникнуть на территории конечно здесь тоже повсюду натянули колючку лишь бы не пустить туда людей на самом деле в этой колючке такие дыры что в целом она не является непреодолимым препятствием сейчас мы совершенно спокойно туда проникнем и погуляем сейчас мы собственно к самому форту сходим посмотрим как там все обстоит полюбуемся на местные руины посмотрим что здесь принципе сделали за пару лет уже реставрационных работ пока мы тут не бывали вот очень крутое здание его долго-долго подмывала водица снизу и она в последний раз когда я здесь был еще стояла целая но вода сделала свое дело эрозия просто размыла ему все основание и она обрушилась все теперь здесь завалено его обломками кирпичными кусками стены надеюсь нам сейчас ничего в голову не прилетит пока мы пробираемся через эту груду камней еще какие-то бетонные конструкции не знаю от этого здания и нет все в засохших водорослях там чуть дальше будет прикольный домик надеюсь его не снесли и не закрыли в нем тоже можно погулять чуть раньше мы тут видели на берегу маленького тюленика мертвого уже мумифицировавшегося несколько лет назад я тут сфоткал даже более-менее такого крупного тюленя тоже выброшенного на берег погибшего по непонятным причинам еще куча упавших деревьев на берегу они засохли и побелели ветрами и водами их отполировала на ощупь они стали такие уже не старше не шершавые совсем а гладенькие почти что весь берег усы усеян этими попадавшими деревьями какие-то еще рот держатся большинство уже водами и ветрами подсносило но они так из последних сил цепляются коренями за кусочки суши оставшиеся им скоро тоже упадут среди корней какие-то электроприборы валяются какая-то непонятная железная конструкция заржавела и вросла в песок здесь похоже на какую-то лебедку вдалеке еще какие-то бетонные конструкции а вот еще металлическая структура рассыпавшаяся и заржавевшая вросла в песок смешалась уже с упавшими деревьями постепенно природа все это забирает свои объятия а вот тут дерево вошло в какой-то странный симбиоз бетонными плитами и остатками корней держится за какой-то кусок плиты и все еще живо кстати говоря хоть его уже и знатно подмыло вот так вот тут срастается плиты корни гниющие водоросли какие-то флакончики из-под лекарств и ржавая лопата совковая а вот тут море вокруг столб стоит видимо электропередачи какие-то сюда тянулись уже такой как поклонный крест какой-то покосившийся и вот мы пришли заброшенному домику классному окна тут на первом этаже под заколочены но на втором очень хороший вид сейчас поднимемся я покажу представьте как круто было бы здесь жить в таком доме деревянный пол кирпичные стены и шум моря за окном встаешь с утра пораньше потянулся с выглянул в окно а у тебя здесь прибой разбивается прямо об дом и горизонт и небо такое красивое кайф втором этаже провалился потолок видимо здесь что-то подгорело возможно заколотили неспроста какие-то может быть бомжи здесь себе логово устроили хотя слабо себе представляю бомжей которые попрутся в такую даль чтобы обосноваться хоть и в таком шикарном просто фантастическом доме у моря но я думаю что в обществе бомжей было бы просто лень сюда идти а вот одно из моих любимых окон в котором я уже неоднократно кого-нибудь снимал потому что просто фантастический вид на заднем плане вот такой вот видок из окна здесь а вот там сам форт собственно for three сейчас мы уже к нему пойдем скоро вот это место где радиовышка бывшая вроде стала выглядеть как-то посимпатичнее что ли его повелили наверное не уверен что на это какие-то большие деньги потрачены были сам вход на вышку как вижу закрыли закупорили раньше можно было не забраться прям туда на самого верхушку здесь около этого здания видимо она какое-то административное стоит какая-то прикольная точка до бережок здесь так облагородили опять же только колючка какой-то везде понавешали заборов деревянных сделали много непонятно зачем здесь ворота повесили раньше можно было просто туда зайти внутрь полазить потемках наверху сделали какую-то вышечку смотровую чем туда взберемся а здесь просто на берегу орды чаек раньше здесь был просто крутой склон сейчас подстелили деревянные дощечки стало 50 раз удобнее залезать наверное не знаю мне вообще все равно было здесь стояли орудия вот этих вот местах сокрытые от прямого огня вражеского в этих травах довольно довольно много зайцев раньше бегала я помню когда здесь гуляешь можно было устроить такой пикничок и смотреть как в траве зайчики ушастые скачут форт риф хорош тем что здесь всегда ветер дует сразу со всех сторон можно делать интересные снимки в этих колышащихся мягких травах надписи калуга и волгоград на каком-то доте старом ржавом не знаю я не вижу каких-то великих реставрационных работ вижу только что каких-то деревянных заборчиков поставили колючки натянули но некоторые вот дырки которые раньше были прикрыли какими-то куполами из пластигласа копеечного то есть ну я не вижу куда здесь средства хоть какие-то используются потому что все что я записал на это там ну не знаю карманных денег среднего школьника хватило бы чтобы сделать все это а ну бля ну да урны поставили это видимо чтобы здесь люди пивас попьются было куда бутылку выкинуть все больше никаких изменений я не вижу но путин сказал здесь новости навести порядок сделать местом туристическим его указ выполняют как умеют то бишь не как скорее всего денег дали какие-то неимоверное количество всех распилили и просто вот прикрыли для обычных людей ход чисто символически опять же красивые желтые цветочки пробиваются здесь через мхи в трещинах форта вот это очень красиво и шайники тут всякие покрывают этот бетон ветер свистит в ушах с неимоверной силой травы гуляют на ветру играют с ним маленькие красивые цветочки какие-то просто фантастические клевые вот эта красота прямо я вижу как здесь идет мощная реконструкция просто наглядно можно увидеть результаты вдалеке здесь можно увидеть тут можно увидеть маяк это самый старый маяк вообще в россии существующих у меня есть нормальные более-менее фотки его это с этой камеры нихрена наверно не видно вообще форд риф не очень старый он начал строиться в 1909 году вообще его возводили с целью чтобы протестировать новые так сказать варианты бетона стоит какая-то полуторка кстати полуторки тоже сыграли здесь немалую роль продана какая-то ненастоящая по моему игрушечная каких-то непонятных листов металла сваренная внутри куча жженых каких-то покрышек да это не настоящая полуторка но чисто символически прикольно выглядит вот из этого океана полного жизни и смерти и всяческой гнили когда-то выползли гребаные миллиарды лет назад тоже были какой-то станой там водоросли может быть или какой-то еще одноклеточный прокариотической жижей а сейчас такие вот относительно твердотелые ходим мясные машины бережок песчаный топчем ну в общем как я и говорил ford шанс не особо это интересен потому что к нему легко подъехать на тачке есть даже в общем-то автобус какой-то ходит раз сто лет зато тут есть вот такие смешные песели спящие с пухлыми боками и это невероятно уже тут автостоянка потому что ближайшее такое самое простейшее место отдыха любой тут может подъехать взять какой-нибудь коврик и на пляж прийти а вот ford рифта место чуть более по заковыристи сейчас мы пойдем по кронштадтскому шоссе сторону города раз уж мы идем по пути то зайдем на большое кронштадтское кладбище оно довольно просторное и такое в общем-то приятно как и любое другое кладбище тихое местечко для прогулок хорошо подходящие вдоль шоссе такие прикольные затопленные болота каким-то образом тут на кочках деревья растут другие заваливаются папоротники прямо такое первобытное месиво я не удивлюсь если сейчас какая-нибудь просто скалопендра там не знаю двухметровая выскочит из-за угла как первобытных таких древних джунглях эти болота тут перекинули какую-то еще такой помост деревянный с перилами интересно куда он ведет сейчас посмотрим прям сквозь лес так обходя деревца ничего не не спилили ничего не нарушили вот это прям неплохо сделали а так тут в другое время никогда в жизни бы к этому берегу подобраться мы бы не смогли наверное своими ногами ну разве что там сапогах каких-нибудь натянутых до сисек ну вот тут конечно облагороженность уже заканчивается начинается какие-то заросли крапивы продираемся мы через кусты куча мошек лезет в рожу я уже несколько съел в принципе ничего страшного белки под ногами грязь чавкает что-то видимо энтузиазм закончился у ребят которые помост делали тут они решили что и так сойдет ну и пришли мы какому-то доту и что я могу сказать он какой-то он игрушечный что ли или фальшивый я не знаю слишком уж какой-то он напидорин и я вот смотрю и такое ощущение что блин вчера я сделали внутри конечно же все затоплено и куча грязи с камнями и вот ради этого серьезно нам эту такую тропу сделали великолепно странное решение может к берегу можно выйти но да нет мы можем выйти только туда камыши и там сгинуть в них довольно бессмысленно и бестолково возвращаемся обратно на шоссе потому что оказалось этот поворот в никуда не ведет ничего интересного там нет вообще заметил что здесь связи с этой вот начавшейся реконструкции дурацкой появилось просто очень много тупиков бессмысленных не идущих никуда или просто поставили заборов туда куда можно было раньше прийти спокойно и погулять пришли мы в тихое тенистое кладбище сейчас пойдем тут мимо покосившихся скамеечек и заржавевших крестов некоторые кресты тут прямо такие утопли в болотистой почве уже отвалились давно все опознавательные знаки никаких фоток нет овальных даже и не квадратных никаких и надписей нет эти могилки уже наверно забыли более свежие тут даже стоят с цветами все как обычно на всех других кладбищах на этом кладбище основном похоронены и всякие моряки к кому тут еще быть кронштадт город морской город морской славы даже я бы так сказал прикольные тракторочки у работников с такими тележками всякими разными вот это особенно такой эпичный просто самопально переделанный выглядит прям удивительно такие конструкторские решения забавные еще вот не знают они так они получается беларуси так просто переделали как-то задом наперед что или или я чё-то не понимаю в тракторах ну все хватит на сегодня шатаний по фортам которые фейково закрыты поедем сейчас по дамбе домой обратно текст на сегодняшний день